Супруги Карпухины Дурея от прикосновений любящих рук, пальцы супругов повстречались в кудряшках шерсти, но задумавшись о своем, они не сразу сообразили, что гладит не пуделиху, а пальцы друг друга. Карпухины разом вздрогнули и уставились друг на друга. Вадим наклонился к жене и сделал громкий чмок в шею. Лида взъерошила редкие волосы на голове мужа, положила руку ему на колено. Оба тоскливо посмотрели в сторону спальни. Придется заняться любовью. Подумал Вадим. Пишут, без этого женщин характер портится. Баба стервенеет. Бедняга. Вздохнула Лида. Месяц без женщины. Говорят, мужики на стену лезут от воздержания. А мой ничего, пока по полу ходит. Пошли, дорогой, в кроватку. Лида, вздохнув, направилась в ванную. Вадим лег в постель и зевнул так, что скрипнула челюсть. Завтра день сумасшедший. Выспаться бы. Но ничего. Зато потом месяц свободен. Он высморкался. Иди ко мне, королева, я весь дрожу. Лида скинула халатик и легла в постель. Вадим привычно просунул левую руку под лидину шею. Правый начал искать крошечную грудь. Лида шаловливо прикусила зубами ухо супруга. Где-то она прочла, что... Это их возбуждает. Из уха... Торчали жесткие волоски. Раньше у него волос в ухе не было. А теперь их тут больше, чем на голове. Значит, что-то в ухе есть такое, чего нет в голове. Вадим, наконец, нашарил грудь жены. Надо ж так побелить потолки. Месяц прошел, уже сыплется. Супруги слились в поцелуи. Боже, думала Лида, где взять денег на новые сапоги? Этот идиот приносит копейки. Она в сердцах прикусила губу мужа. Он застонал. Черт! Как завтра быть смелюком? Платить за него в ресторане или пополам? Не заплатить, обидеться. Заплатить, оскорбиться. Как бы так оскорбить, чтобы он не обиделся, сволочь такая. Вадим жал супругу. Что-то в ней хрустнуло. Тут вошла пуделиха. И прыгнула на кровать. Открыш отсюда! Рявкнул Вадим, мгновенно переключившись с жены на собаку. Что у нее во рту? Лида села на кровать и шалала. Ко мне. Вадим выхватил тряпку из пасти. Липчик твой! Собака тащит то, что плохо лежит. Дай сюда. Жена взяла Липчик. Бессовестная собака, накажу. В сыпи, Лидушка, сейчас же. Вечно эта собака прибрется не вовремя. Такое настроение сбила. Правда, Лид? А че это Липчик? Липчик. Спросила жена. Честное слово, не мой. Засыпая, буркнул Вадим. Проснись через этот Липчик, я тебя спрашиваю. Психопатка отставит меня со своими Липчиками. Лида села на кровати. Это не мой. Вадим понял. Сон отменяется. Он с ненавистью приводил взгляд Сливчика на лицо супруги и обратно, как бы сопоставляя размер бюстгальтера с размером физиономии жены. Да, да не твой. Тебе до него расти, расти. Это шестой размер, если не двадцать шестой. Как ты мог? И главное, с кем? Где ты нашел эту корову-рекордистку? Ну, погоди ты. За десять лет, кроме верности, ни в чем не был замечен. Так что напрасно машешь этим гамаком. Я с ним рядом не лежал. Лида носилась по комнате. Спасибо собаке. Глаза мне открыла. Ничего не понимаю, думал Вадим. Каждый раз проверяю все. До волоса на подушке. Уксусом пол поливались бы, духи не унюхала. А то такая улика. Уличище. Не иначе Наташка подсунула. Неужели у нее такой бюст? Вот скрытная баба. Лида продолжала маршировать по комнате выкриковые лозунги про свою чистоту и мужнину грязь. Ну, погоди, мелькать, ну сядь. Ну, вспомни. Может, кто из подруг забыл? Из чьих подруг? Из твоих? Ну, погоди. Ты вчера белье гладила? Вот, свое и разгладила. Я гладила утюгом, а не танком. Чего, может, купила на вырост? Дурак. Никогда у меня такого не будет, не надеюсь. Вадим нервно закурил. Может, Света? Чего, в темноте же размер не зафиксируешь? Не, ну. Такое я бы запомнил навеки. Ну, шалавы. Я спрашиваю, кто у тебя здесь был? Вчера? Вчера был водопроводчик. Не идиотничай, он был в кепке без лифчика. Откуда ты знаешь, ты чего его раздевала? Лида, упав лицом в подушку, зарыдала. Лидочка, это глупость. Ну, шалава откуда-то приволокла этот чудовищный лифчик. Ну, женщин с таким бюстом нет в природе. Что-то ты из пальца скандал высосываешь. Ты же умница. Вадим покрыл шею и плечи жены поцелуями. Лида, всхлипывая, прижалась к мужу. Ладно, мир. Что бы подумал ты, если бы шалава притащила чужие кольцо? Оба засмеялись, радуясь, что скандал позади. Тут снова вошла шалава, держа в зубах тряпку. Вот и кольцо. Еле выговорила Лида. Вадим выхватил тряпку из пасти. Носок! Вариска, допрыгайся! Выброси его! Лида прильнула к мужу всем телом. Вадим оттолкнул жену. Погоди! Чей это носок? Не мой же? Посмотри на размер. Вадим приставил носок к своей ступне. Носок был в два раза больше. Вадим вскочил, и как только что жена забегал по комнате, принюхиваясь к носку, словно пытаясь найти владельца по запаху. Кто у тебя был в этом носке? Вчера? Вчера был водопроводчик. Прошептала Лида и покраснела. Интересно, что за засор такой в ванне был, если человек раздевается, доголая ныряет. Какая чушь! Лида прижала ладони к колбу. Какая чушь! Неужели Сергей? Нет, интеллигентный мужчина всегда уходит по-английски в носках. Михаил, бывший разведчик, как Путин. Пароли до сих пор помню. Вадим сел на корточке перед Пуделихой. Это ж надо нас так опозорить. Шалава кивнула. Вадим кое-как оделся, выскочил на лестницу, комкая в кармане бюстгальтер. Всех обайду, кому подойдет лифтик, ту и убью. Лида отревелась, оделась, накрасилась. Поеду к Семену. Не могу больше оставаться в этом дурдоме. Работает в уголовном розыске, по носку найдет всего мужика. Расстроенная Лида ушла, забыв запереть за собой дверь. Шалава. Выбежала на балкон, нежно тяпкнула. Сидевший напротив дома, Барбос сметнулся в парадную, взлетел на третий этаж и проскочил в приоткрытую дверь. Шалава лежала на хозяйской постели, кокетливо свесив язык. Пес взвизгнул, прыгнул в постель и прижался к Шалаю. Она лизнула его морду, Барбоса забила сладкая дрожь. В этот момент наверху затопали, закричали. Где мои носки? Сколько раз говорил, не вешай на балкон, ветром сносит. Единственные носки. Еще и лифчик, поздравляю. Мало того, что есть нечего, так теперь еще и не в чем. Потолок задрожал. Барбос, испугавшись, залез под кровать. Там долго ворчал и, наконец, вылез весь серый от пыли, держа в зубах что-то рыжее. Глаза его налились кровью. Пес зарычал негромко, но страшно. Шалава зажмурилась. Черт, вчера заходил Рекс. Идиот старый линяет. Но он брюнет, а это рыжий. Кто же тут был и у кого? Вот семейка. Этот рассказ написал Семен Альтов. Я хочу, чтобы вы ему тоже поаплодили. Плодили. 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 Продолжение следует...